Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Как искоренить в себе эту черту? Ну, давайте мы сразу с вами постараемся определиться с тем, что искренне ничего не нужно. Если есть в вас какая-то черта, то от нее не нужно избавляться, потому что это и есть в себе. Конечно, эту черту можно направлять, так как вам хочется. Эта черта может не быть тем, что вы сейчас про нее думаете. То есть эта черта может на самом деле иметь совсем другой, скажем так. Характер совсем другое направление. Вот, не то, каким вы сейчас ее видите, какой вы сейчас ее видите. Вот. Поэтому искоренять ничего не нужно. А вот учиться пользоваться, направлять эту черту. Да. У меня есть одна плохая черта. Вот видите, вы оцениваете. На армию вы называете эту черту плохой. Откуда у вас такая информация, что эта черта плохая? Какая-то застенчивость работать продавцом. Работали ли вы когда-нибудь продавцом, чтобы говорить о том, что, ну, или чтобы думать, да, чтобы как-то оценивать эту черту как плохую? Ведь, если вы не работали никогда продавцом, например, то откуда вы можете знать, что эта работа плохая? То есть у вас сформировался, получается, определенный стереотип в данном случае. Ну вот, нужно увидеть, постараться увидеть, как этот стереотип формировался. Каким образом? На фоне чего он у вас сформировался? Скорее всего, он нужен вам для какой-то другой цели и решает на самом деле какую-то другую проблему. Совсем не ту проблему, о которой вы здесь пишете. Для этого нужно узнать вашу историю. Значит, какая-то застенчивость работать продавцом, уборщицей, косирщей и вообще в любых рабочих силах. Банпельс – это такой вот получается разнорабочий чернорабочий труд, как вы считаете. И вы считаете, что если человек работает в этой профессии, то это означает, что он, по-видимому, ну, ничего не добился. Да? Вот. Вероятно. Вероятно, вы вот так считаете. То есть, вот, вы считаете, что это как-то человека, получается, дискредитирует. Вот. Это оценка. И, что важнее, что гораздо важнее, игнорирование мотивации человека. Понимаете? Вот. То есть, вы игнорируете здесь, на мой взгляд, личную историю того, как человек в эту сферу пришел. Но, ведь, бывает, на самом-то деле, по-разному. Бывает, человек идет в ту или иную сферу деятельности, потому что никуда больше не хочет. Бывает, что человек идет в ту или иную сферу деятельности, потому что как раз-таки хочет. То есть, так или иначе, есть индивидуальная история. Есть, что называется, мотивация. Вот без, как мне кажется, да, как мне видится, без вот такого, какого-то понимания этой самой мотивации. Наверное, было бы не совсем справедливо говорить о какой-либо работе. Да? Вот. Ну, тут вот интересный, конечно, момент, да, что вы, как мне думается, а вот это этим как раз и, судя по всему, занимаетесь сейчас. То есть, вы проецируете на данный, ну, на данный вид работы какие-то свои страхи. Судя по тому, что мы видим. Вот. Ну, на мой взгляд, нужно, конечно, эту историю по... поисследовать, чтобы нам как-то понять, что для вас это значит. А, поскольку, вот, вы говорите, по сути, да, вы говорите о том, что вы стесняетесь, вот, то, на мой взгляд, вы подавляете другие чувства к этой работе. Вот. Возможно, вам как раз-таки в ней, например, что-то нравится. Вот. Ну, по-разному, конечно, это бывает, да? По-разному бывает. Но, возможно, вас в этом что-то привлекает. Вопрос только в том, вопрос только в том, что именно, да? Там и что. Сейчас вы, понятное дело, на этот вопрос ответить не может. Вы привыкли этого, как бы, избегать, ну, вот. Вы привыкли, а, как бы, вот, стараться от этого держаться подальше, вот, но, тем не менее. Дальше. Я, вообще-то, сама мечтаю быть независимым в плане заработка мнения и чувствовать по-настоящему себя свободным. Но, интересно, что вы об этом мечтаете. Если вы об этом мечтаете, то я могу предположить, я могу предположить только, что, мечтая об этом, вы, возможно, делаете недостаточно для того, чтобы это реализовать. То есть вы тратите свою энергию на фантазы, на мечты, вот. Но не делаете ничего реального для того, чтобы это, ну, как-то осуществилось, да? Вот. Интересно, очень важно, как, опять же, у вас представлено. Вот это, так скажем, ну, такая позиция ваша, да? Вот. То есть очень интересно, как вы, вот, ну, сами к этому относитесь, да? И замечаете ли вы это, понимаете ли вы это? Ну, то есть вот этот, вот этот, вот этот момент был довольно, как мне кажется, интересен здесь. Дальше. А, так, вот вы говорите, не подумайте, я уважаю эти профессии, уважаю этих людей за труд, но у меня один минус для меня, он серьезный. Вдруг жизнь повернется ко мне с вами, так что я останусь вообще без работы, а на кусок хлеба нужно зарабатывать деньги. А, вот вы, вы говорите, что жизнь может повернуться к вам задом. Что ж, вы правы. Вы правы в том, что жизнь действительно может повернуться к вам задом. Это правда. Но, удивительно, немножко другое. Удивительно то, что вам эта мысль самой приходит в голову, приходит в голову. Если вам так получилось, что вам эта мысль пришла в голову, то я предполагаю, что что-то из того, что вам пришло в голову, вы хотите чего-то из того, что вам пришло в голову, вы хотели бы. Важно только постараться увидеть что. Возможно, возможно, вы не свободны в чем-то, где-то, как-то. Да? Может быть, вы не свободны. Может быть, вы чувствуете себя, ну вот, чересчур, например, зажатой. Кстати, это очень похоже на то, что вы описываете. Дело в том, что вот как раз застенчивый человек, это тот, кто чувствует себя вот как раз-таки скованным. Это тот, кто чувствует себя как раз-таки зажатым. Вот. В какой-то, ну, в какой-то степени, понимаете, да? Как бы, как бы. Вот. И в этом направлении, в этом направлении, я думаю, что вы, ну вот в той или иной степени, да, можете не двигаться. Вот. То есть, то есть, вы чувствуете как бы вот, что, ну, вам, что вам тяжело, вы чувствуете, что вам как-то вот трудно, вы чувствуете, что, ну, вы чувствуете свою скованность. Вот. А, ну, вы чувствуете просто бояться, и ваши, ваши мысли проявляются в том, а что будет. Вот. Что будет, если вот это вот произойдет, да? То есть, очень, очень сильно то, что вы описываете, напоминает проекцию, то есть, перенос вашего, вашего желания во внешний, во внешний мир, и запрет, запрет реализации этого самого желания. Да? То есть, ну, запрет на его, значит, проявление. Вот. Такой может быть, такой может быть момент. Момент. Хотя, понятно, что могут быть где-то, где-то. Вот. Вот. Вы пишите главный страх. Вдруг бывшие коллеги, родственники, друзья, увидят меня кассиром в какой-то супермаркете, в каком-то супермаркете, и удивлялся, у тебя была отличница. Вдруг стою в супермаркете и пробиваю товар. О чем вы здесь говорите? На мой взгляд, вы здесь говорите о том, что то, как вы выстраиваете, значит, ну, коммуникационные связи, то, как вы выстраиваете коммуникацию, контакт с, значит, с людьми, он строится на вот таких формальных. Моментах. Вот. Он, эти, этот компакт довольно поверхностный. Как мне кажется. Вот. Понимаете, да? И вы боитесь. Вы опасаетесь. что эти люди от вас отвернутся. Ну что ж, они действительно могут отвернуться, особенно если вы выстраиваете такие вот, ну, в какой-то степени получается, поверхностные отношения с ними, не вглубь. Я знаю, что половина моих знакомых просто перестанут со мной здороваться и вообще делать вид, что меня не знают. Я думаю, что здесь вы, ну, помимо того, что вы не можете этого знать наверняка, да, помимо того, что у вас нет такой информации, да, я думаю, что вам самой может вполне что-то не нравится из того, что делают ваши люди, ну, ваше окружение, я имею в виду. вам вполне может что-то не нравится из этого. И если это так, если вам что-то не нравится из того, что делают люди, ну вот, вокруг вас, то вполне может быть, что, опять же, вы проектируете и переносите на них то, что чувствуете сам. А чувствуете, ну, вот, к примеру, как раз какое-то, ну, непринятие, да, отвержение, может быть, может быть, может быть, и так далее. Вот. Все это очень важно заметить. Потому что на данный момент вы просто приписываете людям то, чего они еще не сделали. Но если у вас есть подозрение, что люди от вас отвернутся, то это вопрос к тому, как вы выстраиваете с ними, с этими людьми контакт, отношения. Как вы выстраиваете взаимодействие с этими людьми? Вероятно, ваше общение довольно высоко формализовано, неглубинно. И люди ценят вас только в определенной степени, ну вот, внешнюю, можно сказать так, внешнюю сторону. Но не ценят, например, вашу личность. А может быть, вы ее и не раскрываете в целом. Понимаете, да? То есть, ну, такое вполне может быть. Если человек стихнителен, если человек сажает, он не раскрывает свои личности. Соответственно, люди имеют в какой-то степени довольно-таки поверхностное о нем мнение, поверхностное о нем знание. Дальше. Так, моя уверенность еще больше упадет, я начну переживать, а все я делаю правильно. Здесь, Анна, вы пытаетесь сказать, что для вас мнение других людей, то, что они думают, является более важным и значимым, чем то, что вы, например, допустим, сами хотите, то, что вам, опять же, допустим, самой важно. Да? То есть, вы в своей деятельности, вы в своей, может быть, жизни, вот, вы больше, больше смотрите не на себя. Себя и то, что хочется вам, например. А вы больше смотрите на то, что хотят другие. Вот. Понимаете, какая штука? И, на мой взгляд, это довольно серьезная проблема. То, что вы ставите других людей выше, выше себя. Вот. Ну, совершенно очевидно, совершенно очевидно, что вы привыкли так делать. Вот. Вы привыкли так поступать. Но, в то же время, это можно изменить. Да? Да? Можно изменить это, переключившись, переключившись на саму себя. Вот. Развитие, посредством развития внимательности к, ну, к самой себе, чего вы сейчас не делаете. Может быть, у вас и ресурс нет на данный момент. Вот. Далее. Вы пишите, все ли я делаю правильно. Вот. У вас здесь есть стремление делать все правильно. А что такое правильно? Правильно – это как? Давайте мы с вами для начала проясним, что это такое. Правильно. Что такое правильно? Как это поступать правильно? Да? Потому что, ну, вообще-то вариантов тут довольно-таки, может быть, много. Вот. И было бы здорово, если бы вы постарались сформулировать эти моменты. Пока что сейчас вы этого не делаете. Ну, вы не делаете этого. Пока что. На данный момент. То есть на данный момент у вас, ну, у вас не получается этого сделать. Вот. И опять же, это можно скорректировать. Ну, через работу, например, с иголкой. У меня тоже есть гордость, но не по отношению к этим людям. А, к самой себе. Эти люди просто будут задевать. Видите ли? Гордость – интересная штука. Гордость – это когда человек уверен в том, что то, что он делает, нужно, необходимо и важно для него. Вот что такое. Гордость. То есть гордость – это когда человек берет ответственность на себя, за свои действия. Когда человек уверен в своих действиях, ну, точнее даже, он может быть необязательно в них уверен, прямо. Но, по крайней мере, человек знает, что по-другому ему поступить было попросту невозможно. В вашем случае, конечно же, ситуация немножко другая, потому что в вашем случае вы как раз таки не уверены в себе. В вашем случае вы как раз таки сомневаетесь в себе. В вашем случае вы как раз таки как бы хотите, вот, ну, скажем так, вы хотите подтверждение определенного, да? Ну, своим действиям, да, вы хотите, вот, вы хотите подкрепление какого-то. И отсюда ваши сомнения в себе, ну, вот. Я думаю, что, опять же, это происходит от неуверенности, вот, я думаю, что, опять же, это происходит вот, в какой-то, ну, в какой-то степени от того, что вы себе, как, как-то сомневаетесь, но в любом случае это все можно корректировать, это корректировать. Дальше. Так, если вас эти люди будут задевать, то как они вас будут задевать? Как прийти от барьера пофиги? Ну, вряд ли можно надеяться на то, что вы будете пофигисткой, потому что человек, он, на мой взгляд, как раз таки и отличается от других живых существ тем, что он не может быть пофигисткой. У него есть, что называется, чувства, у него есть, что называется, отношения. Он как-то относится к тому, что он делает. Поэтому я не думаю, что вам нужно быть пофигисткой, но вот больше обращать внимание как раз на то, что вам хочется, больше обращать внимание как раз таки на то, как раз таки на то, что вам интересно больше смотреть на то, какое отношение у вас к тем или иным вещам, да, к тем или иным, скажем так, проявлениям, к тем или иным, значит, ну, событиям, да, и так далее. Вот этот момент, этот момент вполне может быть. Этот момент вполне можно, значит, увидеть, как мне думать. Вот. Естественно, если вы в этом заинтересованы. Дальше. Жить ради себя и своих целей, просто жить своей жизнью, а не подстраиваться под окружающее мнение. Ну, надо сказать, что у вас здесь, конечно, один вопрос протекает в другой, что он не видит хорошо, как мне кажется. Вот. Но. А что это, собственно, вообще за цель? Вот давайте, давайте с такого угла подойдем. Что это за цель? Вот, ну, если, например, вот, да, вы говорите, что я хочу, значит, жить, жить, вот, своей жизнью, да, вы говорите. А что это такое? Что это такое? То есть, ну, как это? Буквально. Вот. Понимаете? Вот. Вот хотелось бы, чтобы вы постарались на эти вопросы ответить. Да? Какие у вас цели? Пока что я бы сказал, что довольно сильно получается. Вы, ну, злитесь на людей, которые, ну, по-видимому, вас окружают. И выжимаете то, что вам не нравится. Подавляете, по всей видимости, по всей видимости, вы подавляете свою агрессию на них. Вот. И отсюда у вас появляются такие интересные, в кавычках, мысли. Вот. которые, конечно, ну, ничего, кроме, кроме, ну, негатива, да, вам не несут. Это понятное дело. Это понятный момент. Вот. И, собственно говоря, вот, это то, как мне думается, вот, что нужно корректировать. Вам. Вам. Вот. Потому что это будет, ну, это будет накапливаться, это будет копиться, и вам будет довольно трудно. Вот. Все время, по сути, обращать внимание на других людей. Вот. Начинал я бы, начал, начал, начал бы я с ваших эмоций, с вашего отношения к окружающему миру. Да? Вот. Ну, то есть, вот, например, как часто вы, к примеру, злитесь? Вот. И злитесь ли вы вообще? Да? Что вы делаете, когда чувствуете эту самую злость? Ага. То есть, позволяете ли вы злостью быть? Допускаете ли вы ее, эту злость, что называется, до себя? А как вы ее выражаете? И выражаете ли вы ее вообще? Да? А нет ли у вас, например, страха? Нет ли у вас страха в выражении своей злостью? То есть, ну, то есть, вот, условно говоря, не боитесь ли вы? Своих чувств. Вот. Насколько вы в этом свободны. Ведь, понимаете, в чем проблема? Если вы боитесь, что о вас подумают люди, то с большой долей вероятности можно предположить, что вы и сейчас боитесь тоже. Большой долей вероятности можно предположить, что и сейчас на ваше поведение, на ваше самочувствие, ощущение, это оказывает влияние. Влияние. И это влияние, на мой взгляд, на мой взгляд, на мой скромный взгляд, это влияние довольно сильно. Вот, как-то так, я думаю, вам можно ответить с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу. Удачи! Обращайтесь за помощью, вам она пригодится. Субтитры создавал DimaTorzok